А этот феликс? Да? Где феликс? где феликс? вон феликс ходит там Где белка? Где феликс? Где феликс? Где феликс там? Да? Зрители уже потеряли феликс? а вот он пришел, мы сейчас сестим с гостями на террасе вечером феликс принес белке Ферни белка принесла Пеликсу свою тарелочку Да? Хочешь поиграть с ним? О, там Феликс там гуляет. О, там ходит. Да? Немного. Да, да. Это файна, это файл на квалификацию. Это что-то в бутылке, да? Да. И тело листо вверх? Нет, да. Нет, это файл на бутылке. А вот и ласка. Кто ласку? Кто переживал за ласку, потерял ее. Вот она выходит только утром и вечером. Вот они, собаки. Как вы видите, обе живы-здоровы. Ласка тоже в том числе. Так что наблюдайте, любуйтесь. Видите, все хорошо. А вот собаки играют. И ласка. Счастливая, довольная, здоровая. Ну, ласка наша. Вот ласка пришла. Вот она, ласка наша девочка. Да. Вот она немножечко боится, потому что люди незнакомые. Да. Знакомые, знакомые, говорит Полина. Знакомые, да. Да. Год назад виделись, скажи. Да. Поэтому, скажи, я ей подошла. А так бы не подошла, наверное, да. Вот она ласка, моя девочка. Моя красивая девочка. Да. Моя хорошая собачка. Да. Да. А вот у белка. А вот ласка. Да, моя красотка. Нет. 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 Ага. Да. Вот она и ласка девочка, да. Вот она хорошая девочка такая. Да. Да. Ты моя хорошая девочка, да. А кто такое у нас тут? Кто тут ревнует? Да. Так что с лаской все в порядке. Не переживайте. Да. На волка похоже. Ага. Да. Когда Алиса была жива, говорили, у вас лиса и волк. Да. Теперь у нас черная лиса, чернобурка. И волчок трехногий. Да. Трехногий волчок. Да. Хорошая девочка, да. Хорошая девочка, да. Да. Хорошая такая девочка. Голоска у нас. Да. Такая девочка сладкая. Да. Такая красивая. Сейчас только что распечатали коробочку. Пришла коробочка. А что это за коробочка у нас тут, а, Белка? Что в коробочке у нас тут? Ну-ка, давай посмотрим. А тут вкусная еда для моей собачки. Да. Для моей собачки. Ну-ка, какая вкуснятина, да. Ну-ка, подожди. Подожди. Красная рыба со шпинатом. М-м-м-м. Да. Да. Красная рыбка со шпинатом. А еще что-то у нас. А еще вот такая вот у нас есть. Сеньор. Это для ласки. Да. Для ласки. Кандидат шебет фиатон. Для ласки. Тоже называется Пуризон. Природа. Это наше вдохновение. Такая вот красивая упаковка. Белка так себе не находит места. Ну-ка, давай попробуем. Откроем. Вкусно или нет? Попробуем. Так. Я открыла. Ну-ка. Посмотрим. М-м-м. Вкусненько. Да. Вкусно. Понравилось. Да. Вкусно. Ой, какая довольная собака. Ну, в общем, вот такая вот еда. С рыбкой. Да. Для здоровых питомцев. Это не реклама. Сразу говорю. Просто это, по-моему, премиум. Премиум еда для собак. Какой красивый помидор. Такого прям яркого, глубокого цвета. И вон там много их еще. Тут и черри есть, я смотрю. И такие вот помидорки. Надо заморозить мне помидор, потому что их очень много. Я все не съем. На вечерней прогулке встретили Митка. Миток. Здравствуй, друг любезный. Это он, это, на белку строжится. Я ему немножко корма насыпала. Вот здесь вот, наверху, на террасе. Здесь вот насыпала немножко. Но он, вот, насыпала. И видно. Вот. Само на фонариком подсвечила. Насыпала, но он мне это, пока сюда не идет. Зато пришел Феликс. Так. Работай. Вот Феликс. Видите? Феликса. Феликс кушает. А вот медок. Пришел. Это он на Феликса рычит уже. Ну, чего? Да? Давай ешь уже. Че ты? Укривляешься. Белка тут же стоит. Вот Белка. Белка говорит, а почему мне не дают корма? Вот мы сейчас около кафе. Около нашего. Наша вечерняя прогулка. Белка, давай, дашь жирот. Не развивай на чужой каравай. Ну, ладно. Так как темно, я отключаюсь. Всем привет. Ну, где медок такой красивый котик? А вот он. Вот он красавчик. Смотрите, у нас вчера был сильный ливень. И ливнем выбило... Трется об меня. И ливнем выбило мох между плиткой. И теперь все такое. Я его несу покушать. Муся тебя прогнала, да? Прогнала тебя, Муська. Ах, она собака такая. А? Да? Кушать хочешь? Где эта Муська у нас, а? Сегодня так вообще был прикол. Представляете? Открываю сегодня утром кухню. И он оттуда выходит. Я им веду кухню. Кафе. То есть, он вчера вечером каким-то образом. Но там у нас две двери. То есть, с одной стороны кухни в кафе. Другая дверь с другой стороны. То есть, противоположной. Вот видно, пока одну дверь открывали. Он в другую зашел. Иди сюда. Вот. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Он в другую зашел. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди. Вот, покушай. Вот. И его там закрыли на ночь. Всю ночь в кухне. Просидел. Это вообще, конечно. Это он идет попугая слышит. И идет в ту сторону. Вот. Попугая. Ну, кушай. Не хочешь кушать? Нет? Ну, чего ты? В общем, короче. Так вот он у нас и прижился. Ой, упал прямо у меня. Прямо об ногу. Я аж испугалась. Завалился. Да? Завалился. Ну, чего ты? Я же тебе дала. Не хочешь? Вот. Что тут у нас за звуки? А там вороны скачут. Там вороны скачут. Да. Да. В общем, короче. Просидел сегодня на кухне в кафе. Всю ночь. Но зато тепло было. Попугай говорит. Алло. Ага. Алло. Алло. Где тут у нас кот? А вот котик ходит тут. Да. Алло. Алло. Пошел. Алло, алло. Да? Алло, алло. Алло. Да? Да. Пришла на работу. И кто тут ждет? А тут ждет вот кто. Медок. Да? Кристина тут ходит. А вон белка. Ну, рабочий день еще не начался. Ну, котик кушает, да? Вчера что-то отказался кушать, а сегодня кушает. Молодец. И у белка нет проблем с ним. Ну, что пить на белку? Ну, белка-то не обижает котиков. Белка к котикам относится очень спокойно. Так же, как ко всем животным. Даже еще к котам спокойнее, чем к другим собакам. Такая она миролюбивая, в принципе, собака. Хотя ее боятся многие. Особенно, когда она к маленьким собачкам подходит понюхаться. Она так подходит, как-то так, знаете, с намеком. С таким каким-то у нее шерсть немножко дыбом встает. И она так это... Люди пугаются с маленькими собачками ее. Потому что она ведет себя как-то так странно. Так это, типа, если первым... Лучше первым сделать вид, что ты страшный, да? Чем тебя укусит в первую. В общем, такая вот у нее политика. Ну, вот котик кушает. Всю ночь проспал здесь, на подушечках. Здесь около кафе. Вот здесь вот спал. Мы с Кристиной сейчас. Все, ставим. Кристину к кассу понесла. Сейчас все устанавливаем. Сегодня, кстати, хороший денек такой. Завтра обещают дождь. Но не знаю, насколько это оправдается. Но сегодня нет дождя. Сегодня будет прекрасная погода. Жаркая, 35 градусов. Так что готовимся. Белка что-то там ходит, нюхает. Вынюхивает. Белка! Ты что там делаешь? Белка! Ну, собирает всякую каку. Дождь завтра. Кстати, вот здесь вот эти штуки висят. Тоже, кстати, из секунда. Можно подумать, что я для красоты повесила. Но нет. Это, кстати, пиво, которое мы продаем. Местное. Из Апольды. Люди очень часто стукали с головой вот об эти штуки. Железные. Не замечали их. И бились об них. Прямо реально. Пришлось мне повесить такие вот штучки. И здесь я тоже повесила. И сейчас бьются. Почти не бьются. Очень редко. В общем-то. Замечают вот эту травку. И уже обращают внимание. И вот об эти железные штыри не бьются никто. Ой, как красиво цветут герани. Ну что? Вы покушали? Да? Да. Что такое? Что такое красивый котик? Да? Все, скушал? Али. Что? Какой красивый котик? Ой, такой хороший котик. Ребенка. Что шипит на тебя? Шипит на тебя, зверь. Белка ждет акции. В смысле, активность какую-то. Ей не нравится просто так быть на одном месте. Надо, чтобы была движуха. Чтобы было много народу, много еды, много других собак. И так далее, и так далее. Постоянно нужно какое-то движение этой собаке. Такая собака просто неугомонная. Неугомонная какая-то собака. Белка, где палочка? Где палочка? Варщи стоки. Нет? О, палочка. Белка уже палочку себе организовала для игры. Котик сидит. Будет с нами сегодня вместе работать. Да? Такой красивый. Такой красивый котик. Там идут люди, и она встречает уже заинтересованно. Дали ему немножко молока. Немножко народу пришло. Ну, у меня сейчас небольшая пауза. Пока Кристина там обслуживает. Я пью свой кофе. Вот. Так что, такие дела, друзья. Там у меня булочки выпекают. Сегодня утром спекла 10 штук. О, Клаудия идет моя помощница. Так, я пока отключаюсь. Мы уже дома. Там Муська валяется. Белка своей тарелкой носится, конечно же. Я включила воду в теплице. Вон Муся там. Воду включила в теплице, поливает. А я собрала урожай только что. На сегодняшний день, что выросло. Три кабачка. Один из них прям огромный. У нее кожица очень нежная. Я так ноготочком попробовала. Сразу остается мятинка. Я думаю, что еще нормальный. Нежный, съедобный. Два огурца выросло в теплице. И собрала помидоры. И на улице, и в теплице тоже. Прям случайно целая веточка оборвалась. Жаль, конечно, эти три последних помидорки. Но ничего страшного. Тут и желтые есть. Вот так вот. Я даже не знаю, что с ними делать. Мариновать вроде. Я и люблю маринованные помидорки. Но опять же, это лишняя соль. Я, наверное, сейчас помою их. Разрежу на половинки. Заморожу по пакетикам. Но потом можно будет их в яичницу, в тушеные овощи, в суп. Да, в какой-то хоть куда. Ну, куда помидоры нужны. Туда можно будет их потом употреблять, замороженные. Так я, наверное, и сделаю. Красивые тут золотая королева. Такие помидорки, кстати, очень нежные. Такие прямо сладкие. Вот всякие разные. Вот так вот. Вроде как на меня сильно особых усилий я не прикладывала. Я все равно вот что-то собираю. Мне это нравится.